МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ТВ21+, выпуск новостей с итогами Ольга Володина. Коротко о главных темах выпуска. Западный берег Кольского залива превращается в логистический хаб. В 2024 году начнем пробные отгрузки и, соответственно, на 18 миллионов тонн на будущее, в перспективе, этот объем, который будет вывозиться через этот порт. Узнаем, на каком этапе строительство порта лавно, чем он важен и когда запустят движение по железнодорожной линии от выходного. Карьерный рост в крупном рыбопромышленном холдинге. Мечта или реальность? Реальные перспективы. Там есть кто хочет, ходит и пытается пробить все. Выпускники МГТУ в очередной раз встретились с представителями потенциальных работодателей, чтобы обсудить насыщенность рынка труда в отрасли. Совместить волонтерскую деятельность, работу водителя, погрузчика и творчества. Я нарисовал первую картину, как говорится, и понесло. Узнаем, как начинался творческий путь уличного художника. 10 метров до мишени, 3 пробных выстрела, 5 в зачет. Ружье я держу третий раз в своей жизни. В Манчегорске началась спартакиада Кольской ГМК. В программе соревнования по стрельбе из винтовки. Рабочее движение по новой железнодорожной линии к угольному терминалу Лавно запустят до конца 2023 года. Такое заявление сделали сегодня во время рабочей встречи главы Заполярии с руководителем РЖД, генеральным директором государственной транспортной лизинговой компании и замминистром транспорта страны. Они осмотрели ход работ на будущем перегрузочном комплексе и обсудили развитие Мурманского транспортного узла. Порт Лавно – якорная часть программы развития Мурманского транспортного узла. Это не только строительство угольного терминала, но и железнодорожные линии к нему. Рабочее движение к будущему перегрузочному комплексу должны запустить в этом году. Такую задачу поставил президент страны, а реализацию подтвердил руководитель РЖД. Здесь российские железные дороги выступают в двух составляющих этого проекта. Это наша инвест-программа, где мы должны сделать более 50 километров улучшения, имеющиеся у нас уже сети от Волховстроя сюда до Мурманска, и ответвление на порт Лавно. Здесь мы выступаем в качестве генерального подрядчика. Это почти 50 километров. Стоимость проекта – 36 миллиардов. Сам порт Лавно планируют запустить в следующем году. Строительная готовность на сегодняшний день – 57%. Вертикальная планировка закончена, подстанция введена в эксплуатацию. На причале из 870 свай осталось погрузить порядка 200. В 2024 году начнем пробные отгрузки и, соответственно, на 18 миллионов тонн на будущее, в перспективе этот объем, который будет вывозиться через этот порт. С поставкой техники и стройматериалов проблем сейчас никаких нет. Однако трудности все равно не избежать, когда стройка морская, да еще и на севере. Ее осложняет сильный ветер, приливы и отливы во время работ судов, а еще скалы, которые приходится бурить. Это очень замедляет работы. Минимум в пять раз по времени дольше получается. Приходится все время какие-то новые технологии разрабатывать. Ведется работа и по водоэлектростабжению Западного берега. По словам губернатора Мурманской области, необходимые деньги из федерального бюджета на это выделены. Превращает Западный берег Кольского залива вместе с Мурманском в большой логистический хабар. Реализация этого проекта, конечно, существенно увеличит объем перевозок. И глубоководный незамерзающий порт, который является фактическим стартом Северного морского пути, позволит перевозить грузы и развивать экономику не только Мурманской области, а всей нашей страны. К слову, порт считается экологически чистым. На терминальном комплексе будут применять технологию закрытой перевалки угля, устанавливаются системы орошения, пылеподавления. В планах также применять ультрафиолетовое излучение для обеззараживания сточных вод. Элина Шегенова, Максим Чинкин, ТВ21+. Другая делегация из столицы. Ведущие врачи-трансплантологи сегодня провели рабочее совещание с местными специалистами. Накануне гости осмотрели техническое оснащение наших медучреждений и теперь готовы предложить пути развития донорства и помочь в организации операций по пересадке органов. По словам медиков, за последние десятилетия число пациентов, которым необходима заместительная почечная терапия, увеличивается. Это связано с ростом числа тяжелых заболеваний мочеводелительной системы. Диалис не позволяет излечить пациентов полностью, поэтому задача специалистов – наладить в регионе систему трансплантации почек, более щадящий вариант терапии, позволяющий человеку восстановить функции организма. Вся работа, вся организация, начало, старт программы – это наша забота как ведущего учреждения. Такая практика существует по всей стране. Нам много удалось организовать новых трансплантационных программ. Почка – это только начало. Дальше пойдет печень, сердце. В Кольском заливе затонуло судно с рыбаками. По известной к этому моменту информации, 11 февраля двое мужчин 82 и 91 года рождения вышли на рыбалку на катере в окрестностях Полярного. Они выдвинулись в сторону бухты Кислое и перевернулись в районе мыса Литинский. Как нам сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте, тело одного рыбака нашли сегодня утром. Второй пока считается пропавшим без вести. Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Процесс контролирует Мурманская транспортная прокуратура. Выпускники МГТУ встретились с представителями потенциального работодателя Тралового флота. Холкдинг Наребов, который входит в предприятие, формирует из них кадровый резерв. Какие требования предъявляют к молодым морякам и готова ли молодежь идти в море, расскажем в следующем сюжете. В принципе, работа и все готова. Все документы тоже наука. То есть осталось диплом? Да, да. Рамзан Гаджиев со школьной скамьи мечтал о морских просторах. Примером послужили отец и дядя. Поступил в Мурманский морской рыбопромышленный колледж. После первого рейса понял – это дело его жизни. В скором времени Рамзан получит рабочий диплом. Его задача – попасть на судно в должности третьего помощника капитана. Поэтому вместе с однокурсниками он пришел на встречу с представителями холдинга Нареба. Я в этой компании уже ходил два раза. И я бы не сказал, что там все плохо. Там все отлично. И реальные перспективы там есть. Кто хочет, ходит и пытается пробиться. Желающих попасть на такое собеседование немало. Поэтому студентов разделили на группы. Сначала судоводители, затем механики. Сегодня у Нареба 53 рыбопромысловых судна. Строят и новые. Чтобы не допустить кадровый голод в компании, ребят стараются привлечь как можно раньше. Мы смотрим на студентов, на курсантов со всех сторон. Мы контролируем образовательный процесс. Насколько они успешны в учебе. Насколько они перспективны для дальнейшего получения опыта. Потому что мы фактически одни из немногих, которые сохранили традицию наставничества. За молодым моряком закрепляют опытного члена экипажа. Он делится своими знаниями и умениями. Успешный опыт сотрудничества между университетом и компанией уже есть. Кто-то нас заинтересует. И кто-то из выпускников заинтересуется нами. В том году ребята приходили. Было немного, к сожалению. Тоже была встреча. Но в итоге изъявили желание сразу двое. В итоге пришел только один. Но он уже работает. И работает уже вторым помощником. Анкеты студентов передадут в кадровый отдел компании. Те молодые люди, которые подходят под все требования, в скором времени смогут получить работу. Мария Гусакова, Борис Савельев, ТВ21+. Россия становится менее зависимой от импорта. Отечественные производители создают все больше качественных аналогов в разных отраслях. От одежды до комплектующих для специализированных машин и станков. Например, зависимость промышленного комплекса от зарубежных компаний составляет 39%. Что в два раза ниже, чем, например, в Центральной и Восточной Европе. Агропромышленность, деревообработка и производство мебели – отрасли, которые легко справились с нынешней ситуацией. Но парфюмерно-косметическому комплексу необходима поддержка, заявил вице-премьер страны Денис Мантуров. Элина Шагенова познакомилась с теми, кто работает в этой сфере на Кольском полуострове. Она расскажет, какие дары заполярной природы используются в кремах и с какими трудностями сталкиваются специалисты. Сейчас, к сожалению, мы не можем показать, потому что партия готовится. Недалеко от Кольского научного центра в Апатитах творится магия. В производственном помещении варится инновационный крем с экстрактом иван-чая, причем произрастающего на Кольском полуострове. Вообще экстракты северных растений, они насыщены экстрактивными веществами, полезными именно потому, что у нас здесь короткое лето. И поэтому они накапливают очень активно все эти вещества. Идея создать косметический продукт с использованием местного ингредиента возникла у кандидата химических наук Никиты Цветова. Активный биологический компонент его крема – натуральный растительный экстракт. Он добыт с помощью глубоких эфтектических растворителей. Это относительно новый и революционный метод. Вначале цель была именно получить экстракт, разработать технологию. Мне было очень важно, чтобы научные разработки, теоретические, какие-то более фундаментальные, находили выражение в прикладном поле. Задачей стояло еще найти то растение, которое неприхотливо набирает быстро биомассу и сбор которого, собственно говоря, был бы безопасен для природы. Проблем с выходом на региональный рынок не было. В этом помогла и грантовая поддержка. Первая партия разлетелась молниеносно. Сразу же начали поступать новые заказы. Поэтому сейчас главная задача сделать производство регулярным, чтобы нужные ингредиенты приходили вовремя и не менялись. Есть такая проблема, что сейчас в условиях, в новых геополитических условиях, в которых мы сейчас живем, вот с прошлого года, есть проблема с поставками натуральных ингредиентов для натуральной косметики. Например? Ну, например, эмульгаторы. Есть, например, такой эмульгатор, как глицерилстерат. Он есть испанский. С испанским очень сложно. Во-первых, он дороже, во-вторых, его мало. И, в-третьих, мы не знаем, будет ли он. Поэтому надо замещать. И, вероятнее всего, аналогами из Юго-Восточной Азии. Проблемы с поставщиками есть и у другого мурманского производителя арктической продукции. Правда, не с компонентами, а оборудованием для гидролата – основы косметических средств. Мы нашли одного поставщика продукции, а потом он сказал, что если вы хотите такой аппарат, заплатите в два раза дороже, потому что проблемы с поставками. Татьяна Беляева – успешная бизнесвумен. Мурманчанка основала компанию по производству косметики и продуктов с добавлением морских водорослей. Вспоминают, в детстве часто гостила у бабушки в Териберке. На берегу Баренцева моря жарили медии и водоросли. С возрастом стала делать маски для лица с добавлением ламинарии. В 2019 году у меня муж, он фридайвер ныряет. Он доставал водоросли, я их потребляла. И у меня оставалось, и я решила попробовать попродавать. Спрос был, мы продавали, отправляли по 10 килограмм. Это были такие мелкие заказы, типа как хобби было. Изначально вы его просили для себя, в еду добавляли. Да, это больше хобби было. А потом мы съездили на выставку в Москву, и там был мужчина, который продавал джем из водорослей, из фокуса. И у меня зародилась мысль, надо продавать не просто водоросли, а надо продукты готовые продавать. Шампунь, скраб, мыло, крем, снеки, пудра. Сегодня это целая линейка разных продуктов, где используются водоросли из Баренцева моря. Отправляют заказы по всей России, Белоруссии, даже Турции. Любопытно, что спрос именно у жителей Кольского полуострова на местный товар появился лишь недавно. Я хочу послушать и попробовать. К водорослям я не очень хорошо, в принципе, отношусь, но посмотрим, у них ярко выраженный вкус или нет. Я чувствую солоноватость, и нет ярко выраженного морского, скажем так, вкуса. Очень даже приятно. Сегодня рынок региональной косметики, как отрасль, только развивается. Большой конкуренции пока нет. Но с каждым годом предпринимателей и ученых, использующих дары Кольского Севера, становится все больше. И, возможно, со временем на рынке появятся достойные замены парфюмерно-косметической продукции ушедших компаний. Элина Шагенова, Татьяна Лежняк, Максим Чинкин, ТВ21+. Вы смотрите новости на телеканале ТВ21+. Спасибо, что остаетесь с нами. Количество мошеннических атак на россиян растет, рассказала глава Центробанка Эльвира Набиулина. Тенденция эта, по ее словам, сохранится. И в будущем сумма ущерба тоже будет расти. В одной лишь Мурманской области в 2022 году прокуратура зарегистрировала почти 3000 подобных преступлений. Что такое кибербуллинг, фишинговые ссылки и как защитить личные данные в интернете? Тема, которая у взрослых давно на слуху, важна и для детской безопасности. Лекция, посвященная этим сложным вопросам, прошла в Мурманской Лапландии. Всем привет! Меня зовут Антон Корюшкин. И вы на моем канале «Киберпреступники в сетях». Жертвами мошенничества в сети дети могут стать так же легко, как и взрослые. Времени во всемирной паутине они проводят много. Однако к защите собственных данных могут отнестись беспечно. Иван знает несколько языков программирования. Однако решил не пропускать лекцию о кибербезопасности. Оказалось, правила достаточно просты. Главное безопасно читать и читать все, что предоставляет сайт. Смотреть, что он вам предлагает. Не обращать внимания на рекламу особо. Потому что вся реклама – это или фишинг, или информация, которая не особо будет полезна. Как отмечают специалисты, чаще всего необдуманные поступки люди совершают от невнимательности. Представлять угрозу могут даже сообщения от друзей. Самые распространенные какие-то просьбы о переводе денег. То есть в ВКонтакте, где-то в социальных сетях. У меня ребенок с таким столкнулся. Девочка ему пишет, перейди мне 200 рублей куда-то. Я говорю, подожди, ты ей позвони. Он уже собрался переводить. Он позвонил, оказалось, у него аккаунт взломали. Занятия для ребят проводят в рамках цифрового лекбеза. Это всероссийский проект, направленный на повышение цифровой грамотности. Защититься важно не только от обмана, но и от оскорблений в сети. Такое поведение называют кибербуллинг. То же самое, что такое кибербуллинг, я понятия не имел. Ну, про основу я знал, а так замечательное занятие. Проект продлится до конца мая. Организаторы планируют привлечь как можно больше участников, включая ребят из области. Кирилл Веропеняк, Максим Чинкин, ТВ21+. Впервые во время февральских каникул заработают оздоровительные лагеря. Об этом в Телеграм-канале сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин. Лагеря будут работать на базе девяти образовательных учреждений. Организаторы обещают множество спортивных мероприятий, игр, пешеходных экскурсий и прогулок на свежем воздухе. Как отметил сити-менеджер, провести пять дней с пользой для здоровья смогут 1150 школьников. В Мурманске представили краеведческие премьеры. Обзор новых книг о Заполярье традиционно подготовили сотрудники областной детско-юношеской библиотеки. На страницах книги мурманской писательницы Татьяны Березюк разворачивается приключенческая сказка. Главная героиня, рыжеволосая девушка Терранате, просыпается на берегу Баренцева моря и не может вспомнить, кто она. Чтобы раскрыть эту тайну, она обращается к северной природе, постигает стихи и общается с животными. Терранате – это то, как я чувствую нашу природу северную. Все вот эти сказки, они, в общем-то, основаны на каких-то моих переживаниях. Здесь, допустим, сказка, как Терранате становится нежностью. И вы знаете, я прекрасно помню тот момент, когда вот мне эта сказка родилась. Это была белая ночь, ветерок такой легкий, речка, да, когда течение тихо-тихо там бежит и цветочки там покачиваются. И, в общем, прям такая вот нежность была во всем этом, что у меня написалась вот эта сказка. Татьяна считает, что маленьким детям может понравиться сказочный мир, который она создала. А ребята повзрослее поймут посыл. Чтобы узнать, кто ты, нужно заглянуть вглубь себя. Только там кроется эта тайна. Терранате хранится в областной детско-юношеской библиотеке. Там ее может почитать любой желающий. Сегодня ее вместе с другими книгами представили на традиционном дне краеведческих премьер. На полках появились новые самские сказки, история о коте Симеоне, рассказы о Териберке и Севере в целом. Влада Егорова, Руслан Мавлютов, ТВ21+. Север вдохновляет не только писателей. Художник из Оленигорска начал с рисунков на полях тетрадей, а теперь создает полноценные картины на пустых фасадах домов. Мои коллеги расспросили мастера о его творческом пути и замыслах для новых работ. Где-то с шести утра до часу дня мы здесь плотно рисовали. Среди однообразных фасадов Оленигорска красуется изображение попугая. Это вторая настенная работа Владимира. Популярность автор получил, когда нарисовал спортсмена на домике лыжника. Художник захотел закрасить старые надписи и добавить красок серым стенам. Теперь его стараниями преобразились приют, прихмахерская и зал для занятий боксом. Всем нравится, все говорят, похоже на наклейку. Я говорю, покажите мне, где такие наклейки делают, я сделаю на этом бизнесе. Два известных спортсмена выполнены акриловыми красками. Ушло на это больше 15 часов. Задатки художника у Владимира проявились еще в первом классе. Но увидеть его работы можно было только в тетрадках и альбомах. Лишь два года назад он решил потянуть навык и записался на курсы по рисованию. Я нарисовал первую картину, как говорится, и принесло. Уже не остановиться, мне хочется больше, больше, больше. Сейчас у автора около 30 произведений на холстах и больше пяти на стенах. Помогает ему создавать шедевры коллега Николай. В небольшом кабинете они разрабатывают идею, делают эскизы и хранят краску. Вдохновение в основном авторы черпают в интернете. Мне нравятся пейзажи, нравится копировать картины старых художников. Масло, акрил, баллончики. Владимир не придерживается каких-то правил. Захотел, взял кисть. Потом сменил ее на аэрозоль. А совсем недавно художник расширил географию городов и раскрасил одну из стен мурманского легкоатлетического манежа. На ней автор изобразил греко-римскую борьбу. Работа у Владимира не совсем творческая. Он водитель погрузчика горного управления. Признается, что хоть машина и большая, управлять несложно. В кабине практически все электронное. Здесь главное почувствовать габариты. Новую специальность получил полтора года назад. Решил пойти по стопам отца. Он тоже управлял большой техникой. Это масштабно. Горы можно свернуть. Кажется, что ты маленький такой человечек, а можно свернуть горы такой машиной. Кроме основной работы Владимир занимается волонтерской деятельностью. Он не раз организовывал благотворительные мастер-классы и воркшопы. А на дне города и вовсе в одной из палаток создал вместе с жителями подручными средствами общую картину, которую они потом подарили главе города. В столе у художника еще много эскизов. Хватит на каждый город области. Кирилл Грапиняк, Павел Третьяков, Илья Курмашев, ТВ21+, Оленигорск. Зачем конструкторам, электролизникам и аналитикам винтовка? Представители этих профессий участвуют в спартакиаде Кольской ГМК. Пулевая стрельба – одна из дисциплин в программе. Ее нажали в сторону курка. Услышали щелчок. Винтовка к выстрелу готова. Никуда не наводим, кроме мишени, ни на людей, никуда. Спокойно прицелились. Не пугаться. В лагерь, когда нажали спуск, выстрелы. В руках у участниц пневматическая винтовка. Девушки целятся в мишень с 10-метровой дистанции. Каждая спортсменка имеет возможность произвести три пробных выстрела и пять зачетных. По мишени определят результаты в личном и командном зачете. Ружье я держу третий раз в своей жизни. Первый раз был очень давно, второй раз был в прошлом году. Неудачный, всего три очка я выбила. В этом году, наверное, ну, честно говоря, я психологически настраивала себя на то, чтобы пострелять. Уже слушала советы, кто кому какие дает, взяла их во внимание и 40 очков в кармане. Борьбу за награду вели шесть команд. Сборные цеха электролиза никеля, контрольно-аналитического центра, Печенгостроя, команда «Позитив», ГТК, сборная Кольского филиала института «Гипроникель», транспортного цеха «Экола быта», а также объединенная команда, в которую вошли представительницы управления Центра автоматизации производства, проектно-конструкторского центра и Кольского филиала компании «Норникель-Спутник». С этого года каждая команда выступает в расширенном составе. Число участников увеличено с 8 до 16 человек. В зачет, как и прежде, идут четыре лучших результата. Это очень удобно, потому что можно рассмотреть больше вариантов и результативных игроков выбрать, и, допустим, привлечь больше людей к спорту. На самом деле, очень интересная дисциплина. Меткость, прям аналитика, куда стрелять, как можно скорректировать свои движения в этот момент, очень мне нравится. Результат прошлого года повторила сборная ГТК. Первое место в командном зачете. Вторые – представительницы управления Центра автоматизации производства проектно-конструкторского центра и Кольского филиала компании «Норникель-Спутник». И бронза у девушек из Пичингостроя. Лучшим стрелком стала сотрудница управления Елена Иванова. Она принесла своей команде 41 очко. Юлия Барабан, Александр Николаев, ТВ21+, Манчегорск. Еще больше интересных и актуальных новостей вы найдете на сайте www.tv21.ru и на нашем YouTube-канале. Телефон редакции – 400-870. Не забывайте про Viber, WhatsApp и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Далее вас ждет прогноз погоды. В Кандалакше завтра снежно, ноль минус два. Похожая погода ожидает жителей Умбы. В полярных зорях возможны осадки. Температура воздуха около одного градуса ниже нуля. В Апатитах снежно, ноль минус два. В Кировске также осадки. В Кавдоре минус один, плюс один. В Манчегорске до минус двух градусов осадки. Похожая погода ожидает жителей Лавозера. В Алиниегорске ноль, минус два, снежно. В Никеле около нуля градусов осадки. В Заполярном минус один, плюс один. В столице Северного флота завтра снежно. В Мурманске осадков не ожидается. Минус один, плюс один. А это были все новости к этому часу. В студии была Ольга Володина. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин